Представители знака Зодиака Козирог. Козироги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 марта. Давайте узнаем, что подскажут карты для вашего знака Зодиака. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но у нас сегодня колода добра. И карты в этой колоде подаются с позиции позитивной психологии. Как и изображение, так и значение карт. И нас призывают быть чуточку добрее к самим себе. Позволить себе право на ошибку. Позволить себе проститься навсегда с тем прошлым, который, может быть, от нас пытается само где-то оттолкнуться. Не удерживать какую-то ситуацию. Или, может быть, того человека, который... Ну, так вот у нас сложилась судьба и расходятся уже наши дороги. Вы это где-то объективно понимаете. Это всё для того, чтобы освободить пространство для чего-то более лучшего, светлого. Или, если мы говорим про ошибку, тоже не корить себя. Не где-то не устраивать себе глубокий анализ философии. Почему сложилось так, а не иначе. Или почему я поступил так. Вот себя не ругать, себя любить, себя баловать, мои дорогие козероги. Да, для вас это тоже очень важно. Вы после Плутона 20-летнего периода где-то в этой самой эмоциональной перезагрузке, в более светлых, добрых, позитивных энергиях можете просто чувствовать, что мне этого как будто не хватает. Вдохновения мне не хватает. Вот вдохновлять себя – это хорошая практика. Ну, давайте мы с вами узнаем, что же думают карты на неделю в нашем еженедельном торопрогнозе. Первая карта – что важно знать или что в ваших приоритетах будет, чем вы будете заниматься, настроение ваше. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт, или что вам может помешать. Что вам будет помогать. Что будет радовать. Что скрыто. Достанем такую карту. Может быть, кто-то скрывает, а может быть, и вы не придаете чему-то значения. Дела, работа, бизнес, энергетику мы смотрим. Энергия, денег на неделю и личная жизнь. Что же будет важно. Пятерка воды. Есть, конечно, по какому-то вопросу разочарование. Не все идет, наверное, с точностью так, как мы хотим. Ну, в принципе, в жизни так и не бывает, надо сказать. Прямо с точкой. Бывают праздники, бывают радости. Но есть и то, что нас не просто расстраивает, а может быть, как мы чувствуем себя обездвижены от какой-то новости. Или от того, что у нас что-то не получилось. И вот эта карта, она называется высвобождение горя. Буквально она так прописана. Нам предлагают, как будто, знаете, позволить дать выход своим эмоциям. И если мы это позволяем, может быть, буквально выплакать, вот какое-то свое горе, или у каждого по-своему какую-то ситуацию, позволить ей, может быть, со слезами, или дать себе отдых. Вот как будто уйти вот этому всему негативному навсегда из вашей жизни. И правда, если мы так всплакнем, или где-то в хорошем смысле к себе более милосердны, то тогда вот эти проблемы, сложности вчерашнего дня нас оставляют значительно быстрее. Ну, карта говорит, эмоции могут нахлынуть, но и печаль какая-то. Но как они нахлынули, если мы позволяем себе их проявить в отношении самих себя, то такой же будет, как будто и отлив, как вода морская, приток эмоций и уход их через сострадание к собственной душе. Или через, действительно, слезы. Тут у каждого как-то будет по-разному. Не торопитесь на этой неделе, если что-то не получается. Или ведь нам не говорят, что что-то не получается. Это может быть так вот эмоционально. Вдруг вам вспомнится какая-то ситуация. И, мои дорогие козероги, вы себя просто пожалеете. Вы люди очень сильные. Вы себе чаще, ну, как будто себя пришпоривать готовы, нежели расслабиться. Или позволить себе вот отлив вот этих эмоций в виде слез. А тут ведь это тоже очень важно. Мы не можем до бесконечности не давать выхода вот этим эмоциям. Рано или поздно это заканчивается либо нервным срывом, либо эмоциональным взрывом. И поэтому лучше спокойно где-то эту, может быть, неделю провести. Или если какая-то новость вас вот так напоминает что-то о себе, или не получилось в том контексте, как вы предполагали. Но, значит, помните, что вам как будто следует сделать разгрузку себе самому или самой вот этих самых эмоций. Неожиданности. Я надеюсь, что вот про эмоции, все, что я говорила, у кого-то будет со знаком плюс. Девятка воды. Посмотрите, прекрасная русалочка смотрит на умас. Бриллиант. Это карта самодостаточности. Это когда мы выбираем себя самого, мои дорогие козероги. Это правда. Это когда решения вопросов финансовых успешно идут. Это когда согласования тоже успешны. Или на работе с кем нужно договорились. В принципе, здесь нет ничего невозможного. Хотите построить карьеру? Пожалуйста. Хотите осуществить, ну, какой-то план действий. И даже думаться на этой неделе будет достаточно так оптимистично, и правильные мысли будут приходить. Тут за что не возьмись, как будто желания наши исполняются. И карта исполнения желаний, так она и называется в этой колоде, в неожиданностях приятностей. Давайте глянем сразу, а что же скрыто. Ну, вот я бы не сказала по семерке воды. Вообще, эта карта, да, семерка кубков, если в других колодах. Мы говорим, карта иллюзорного успеха. Здесь просто можно замечтаться о чем-то. Или можно себе нарисовать радужных картин, но торопиться с этим точно не стоит. Семерка воды говорит, что тебе нужно как будто сейчас уделить внимание чему-то одному наиболее важному. У тебя не получится в семи направлениях как будто двигаться. Для кого-то из вас вы могли долгое время горевать, что у вас, например, не был подписан конкретный документ. Или по этому документу какая-то до бесконечности долгая ситуация, там, в непонятную дистанцию сложилась. И как раз на этой неделе у вас что-то либо продвинется, либо подпишется. Или решится какой-то ваш вопрос, даже тот, который вы думали уже, ну все, пиши пропало. А если и не решится, то уже практически 5 минут до решения остается. То есть это наверняка. И вы узнаете, что у меня что-то получается наверняка вот именно на этой неделе. Может быть, это какой-то план у каждого по-своему. Личная жизнь, может быть, у кого-то переезд. Все же вот эти карты исполнения желания. У нас желания у каждого разные. У кого-то по работе определиться. Может быть, у кого-то согласование. Все с индивидуальным подсмыслом. Но, тем не менее, пусть и не крупное что-то, но хоть одна какая-то радостная новость. Это точно гарантировано на этой неделе, мои дорогие. Вестник воды. Тут не расслабиться нам все-таки, говорит, чему сейчас не время. И у нас морской конек перед лицом девушки. Это в этой колоде. Это как счастье, удача, какие-то новые возможности. И нам говорят, да, будут приятные моменты. Карта подтверждает. Хорошее настроение. Может быть, комплименты, какие-то подарки, добрые вести. Но оставаться реалистом. Потому что в позиции, чему сейчас не время. Не время идти на поводу эмоций, когда касается приобретений. Или когда вы подписываете документы. Если вопрос касается какой-то конкретики, значит, нужно перепроверять, как крупный шрифт, мелкий шрифт, если документ, как, может быть, наличность, значит, пересчитать. Но где-то себя страховать. Не уйти в какие-то приятные эмоции или в комплименты. Или начать доверять на 100%, может быть, кому-то. Кто знает, кстати, ведь и какое-то новое знакомство. Через комплименты у нас тоже может быть. Но эта карта не говорит о том, что это надолго. Да, вот нам и говорят, учись радоваться моменту именно. Не строя каких-то грандиозных планов. Само по себе приятное известие – это тебе поддержать. Оптимизм, может быть. Или вдохновить тебя чем-то. Я вот об этом говорила. Это всё для вас важно. И что же будет помогать? А когда вы, знаете, перестанете вкалывать, мои дорогие козероги. Тут, правда, что-то, какая-то многозадачность. И у нас «Десятка огня» показывает девушку, которая ловит вот эти горящие на леду бумаги. И пытается это поймать. И сама уже как будто обжигается, поскольку одна из этих записок попадает ей на руках. Для кого-то в личной жизни какая-то запутанная история. И мы пытаемся что-то на леду исправить. А нам карта говорит, а не имеет смысла. Вот помогает, когда мы, с одной стороны, буквально не впрягаемся в работу. А с другой стороны, когда мы, скорее, что-то, либо откажемся от чего-то, либо часть обязанностей делегируем, либо, если в отношениях было какое-то многократное повторение, не надо думать, что люди поменяются. Вот об этом нам тоже говорят. Начинай с себя. И вот как нам «Девятка воды» сказала, я выбираю себя. Выбирайте себя. Вам это помогает, мои дорогие козероги. Дела работы бизнес. Королева огня. Вот знаете, в этой карте проходят те люди, которые сделали себя сами. И такое значение. Хоть я и падал, жизнь меня ставила на колени. Но я каждый раз подымалась. Неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Огненная энергия, да. Потому что именно есть желание что-то осуществить. Есть какая-то тема. И у вас исполнение желания. Может быть, это как раз будет связано с документами. Но именно в этой колоде королева огня имеет еще и такой подсмысл. С учетом всего того, что я уже сказала. К примеру, это может быть, знаете, для кого-то, как та ситуация прежняя в жизни, которая была связана с предательством. Предательством близких даже людей. Или когда близкие вас подвели. Или вам был нанесен какой-то ущерб и вред. Может быть, для кого-то из вас какой-либо вопрос на этой неделе более вырисовывается в своем решении. Королева огня умеет правильно работать с информацией. Она уже никуда не торопится. Потому что ее жизненный опыт заставил, как и надеется, научил, будем говорить. Ну и заставил тоже отчасти надеяться на самое себя. И не торопиться в тех случаях, где не нужно торопиться. Она сначала анализирует всю ту информацию, которую она получает. А потом уже как будто действует. Но это на 100% наверняка. Вот вам дайте себе время что-то обдумать, мои дорогие. Энергии как будто осуществить ваше дело будет достаточно. По этой карте проходит правильная дружба и правильное сотрудничество. Вот смотря чего касается вопрос. У кого-то дружба, это личная жизнь будет. У кого-то, если мы говорим сотрудничество. Выбирайте людей надежных. Такие, как вы сами. Финансы. Нам не говорят карты, что вы на этой неделе получите деньги. Карта повешена. Но она и не говорит, что мы тратим деньги. Вы, мои дорогие козероги, нет. Здесь больше на сохранение. И более того, рассчитай. Хотя деньги-то ведь есть. Но несколько карт предупреждают о каких-то возможных, может быть, на фоне, знаете, спонтанного желания. Эх, пойду куплю. Так вот, карта говорит, нет. Иначе завтра ты тут что-то пока не можешь предвидеть. Тебе с чем-то нужно разобраться. И вполне вероятно, с учетом семерки воды, если вы что-то приобретаете или на что-то соглашаетесь. Завтра. Карта говорит, что мы можем, какое-то поражение было у нас. Может быть, и на этой неделе карта предупреждает, если потратиться, то потом мы пожалеем. Вот буквально вот так. И есть такой еще момент, как ничто не приходит в нашу жизнь бесплатно. Я не имею даже финансы, хотя позиция на финансы, это правда. Мы за все вынуждены платить даже своей энергией, своим трудом, своим умом, да, куда мы, чем мы занимаемся или работаем, да, на каких должностях, какой вообще, каким трудом мы заняты. И карта нас призывает к тому, чтобы мы допустили, что у нас что-то не получилось. Или был какой-то проигрыш в деньгах. Или у нас не получилось, может быть, что-то оформить с недвижимостью. Или какая-то ситуация пошла совершенно не так. Может быть, это нам еще о вашей прошедшей ситуации, мои дорогие козероги, хотят сказать карты. И тогда, если вот это самое поражение уже было, и вас эта мысль не оставляет, нам говорят, прими это спокойно. Может быть, как раз пятерка воды об этом разочарование, что, эх, я как будто просчитался или просчиталась. Или думала, допустим, что какой-то проект у меня состоится, или отношения продолжатся, я тоже вкладывалась временем, силами, собственными, да, энергии где-то. Или, может быть, это было творчество. Но не идет же все гладко в нашей жизни. Поэтому нам говорят, что если мы признаем просто свои ошибки, то тогда мы меньше в последующем, ну, найдем вот эти самые прежние грабли. А вообще для всех, это я уже так подробно изложила, потому что меня смотрят люди, у каждого своя ситуация. Нас просто призывают не торопиться в тратах. Давайте мы посмотрим личной жизни. Вот, кстати, пятерка земли – это тоже где-то решение финансовых вопросов, потому что как будто недостаток. Может быть, это в вашей личной семье, истории, есть какой-то пункт необязательных платежей или проплат. Или вот тот вопрос, который прежде тоже не на 100% с плюсом вы решили, а как-то пришлось, ну, балансировать или идти на какие-то соглашения, чем-то поступиться. И вы будете продумывать, так, хорошо, а что дальше буду делать с финансами? Для кого-то из вас эта карта еще говорит о холодности в отношениях, когда человек нас не может понять. Вообще, я бы сказала, надеемся сами на себя. Может быть, карта и говорит, вот есть какой-то недостаток или какое-то дело пошло не так, мои дорогие козероги, как вы этого, ну, думали, хотели или вам обещали. И поэтому не тормошите себя на этой неделе, я бы сказала точно, поскольку и по пятерке земли, когда мы не торопимся что-то или буквально осуществлять, или словно один проект не удался, а мы торопимся уже в новый или новый заключить. Нам говорят, нет, вот по этой карте в этой колоде внешность обманчива, нам говорят. Ты пока чего-то можешь не видеть, поэтому не торопись. Здесь смена ракурса и то, что, знаете, вы можете вообще в эту неделю быть более озадачены решением именно финансовых вопросов. Нам говорит карта, я выбираю себя, да, и вот как подарок или получение денег по этой карте идет как раз, или исполнение желания, но я так надеюсь, и судя по картам, вы как будто я теперь стрелянный воробей, меня теперь просто так не проведешь с учетом королевы огня. Какой-то ваш минусовый жизненный опыт вас действительно делает сильнее. И я так могу предположить, даже если кто-то вам предложит что-либо на этой неделе, в плане участвовать в каком-то проекте, именно финансами, или, допустим, куда-то потратить деньги, приобрести что-то. Скорее всего, вы сами будете видеть, что нет, мне это не надо, какая-то либо мутная ситуация, либо человек непонятный, не захочу связываться. И, кстати, по части дальнейших своих проектов вы здесь тоже будете очень хладнокровно что-то решать. И даже для тех, кто в семье, карта нам не говорит про отношения, по сути дела про любовь. Ну, нет, карта, это вот эмоции, но это не совсем про любовь. Девятка когоды – это тоже, это карта вашей сильной позиции и исполнения желаний. Поэтому больше энергии такого хладнокровного расчета будут превалировать над вами. И, я так думаю, по части личной жизни особых перемен по сравнению с предыдущей неделей вряд ли предвидится. Но вот просчитать-то и не промахнуться определенно стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok